какая сегодня самая главная новость смотря где если читать аргументы и факты открыли очередное лекарство коронавирусом 1501 а если говорить космической отрасли то трамп разрешил к колонизировать ну точнее не колонизировать добывать полезные скопаемые на луне при условии что они используются в космосе и он это планирует как реализовывать пока только закон такой директива фактически это директива нарушает международную международный обычай есть такое есть законы международные соглашения которые были ратифицированы 7 странами а есть некие там резолюции он который из которой все как бы согласны но при этом не ратифицировать и вот соглашение договора луне он примерно сюда относится там написано что присвоить ну никто не имеет права луну и другую космическое тело и все добытое на луне остановится достоянием всего человечества даже луна в принципе все добытое в космосе стоит становится в состоянии человечества совершенно не подписывал это соглашение не ратифицировала в общем советский союз почти все все космические державы они как бы придерживались этого поэтому это называется международной обычай но это не было законом и трамп сейчас говорит что мы все мы отказываемся его выполнять это незакон мы его не подписывали поэтому мы не считаем что все добытое вкус и в космосе является настоянием всего человечества в принципе согласно этого принца этого понятия настояние всего человечества даже тот лунный грунт который они добыли по идее тоже общий всего человечества но поскольку они не подписали эти соглашения то они не собирались никому его просто так раздавать они давали на исследование продолжают давать давать но не не дарят но не там дарили в начале там 70-х годах насколько я знаю не советскому союзу когда дарили лунный грунт советскому союзу до один образец можно в музее космонавтики посмотреть то что сейчас они в целом это довольно прагматичное решение во первых с точки зрения развития космического рынка просто если там предприниматель хочет добывать полезные ископаемые в космосе как-то на этом зарабатывать если не сейчас хотя бы лет через 20 ему нужно ну прежде инвесторов найти нужны деньги на это а инвестор спросит а мы зарабатывать на этом сможем ну да были мы эти ресурсы там какой-нибудь золото платину гелий 3 продать то мы его сможем кому-нибудь и нет потому что у нас есть международные обычаи о том что это все общее то есть деньги потратил ты добыл ты на землю привез ты остала общее ну как-то не особо бизнес-план вот и чтобы закрыть это это противоречие закрыть эту проблему трамп говорит мы это не подписывали мы не считаем это глобальным достоянием это все наши кто добыл то вы принадлежит это один момент второй момент америка сейчас собирается развивать лунную программу там у них артемида называется ракета уже почти доделали корабль сделали сейчас будут испытания через несколько лет собираются посадку новому совершить именно пилотируемых людей ну и потом по ходу возможно даже бах строить если у них деньги на это хватит наберутся напечатают еще и вот здесь как раз снабжение базы идея привлекать частников к именно обеспечению этой базы там тоже самое воду добывать это довольно выгодно то есть если наса не будет оплачивать разработку систем добычи доставку добытого а просто будет покупать назовет конкретную цену и будет покупать там литр воды там по миллиону долларов и зная вот эту готовность наса строить базу покупать эту воду инвесторы предприниматели уже частные компании могут совместиться там инвестор дадут денег частные компании дадут технологии для того чтобы зарабатывать на продаже государства на продаже воды там и вот эта директива сегодняшняя трампа она об этом говорит что ресурсы добытые в космосе используемые в космосе мы их не считаем глобальным достоянием то есть вопрос с тем чтобы с ресурсами если их на землю доставить еще как бы открыт но здесь тоже в общем позиция америки давно было очевидно типа что добыли по наш но если я не ошибаюсь и были частные компании которые уже давно заявляли ну то есть космическое право она же не просто как разорговать компании появились лет восемь наверно назад то я правильно что трамп говорит именно про добычу государство то есть через спутники либо какие-то так скажем устройство именно созданные на деньги налогоплательщиков и нас и не в данном случае неважно в данном случае частник или это просто если под американской юрисдикции организация действует он говорит что вот если по сути если ты добыл в космосе грунт какой-то руду драгоценные камни неважно если ты американец если твоя компания американская если ты садишься на территории америки то есть туда где распространяется юрисдикция сша то это твое если ты садишься туда где действует вот это международное право этот международный обычай о неприсвоение других космических тел тот все что ты добыл становится общим но если конечно все кто и ты в том числе придерживаются от этого международного обычая то есть он сломал этот международный обычай теперь одна часть одна страна не придерживается и тогда в общем то зачем какой смысл этому этого придерживаться остальным ну мне кажется в общем не так плохо как коня хотя конечно в мировом праве ведет себя как свой слон в посудной лавке и америка в целом и трамп лично но в данном случае вот именно с точки зрения развития частного предпринимательства это полезно это нужно давно было потому что все вот семидесятых годов поддерживают вот это вот над наверное не поддерживает просто потому что не могли никак за эти ресурсы до бороться во первых взять не могли реально ресурсы во вторых слишком большая работа тогда предстоит потом договориться со всеми все эти споры дискуссии с антарктиды то договориться еще не смогли какую же там луну делить и и все вот придерживались как будто этого обычая никто его почти не подписал из космических держав только одна индия подписала и при этом как бы жили всех устраивало когда кого-то стало не устраивать тогда уже все остальные имеют основание спрашивать что дальше делать а какие на данный момент существуют компании которые разрабатывают технологии по добыче полезных ресурсов есть несколько часть из них появилась когда был объявлен конкурс google луна экспрайс то есть это конкурс был на разработку частного лунохода который должен был преодолеть 500 метров по поверхности луны то есть там с добычей никакой речи не шло но одна компания мун экспресс и экспресс американская они она стала разрабатывать параллельно и луноход способны уже добывать какую-то там если не полезный скопами то хотя бы пару руду собирать ну там в принципе какие-то образцы еще после уже этого через несколько лет появились компании которые объявили целью добычи полезных ископаемых на астероидах если некоторые думали про добычу там воды например который можно в космосе перепродавать тому же государству той же америке другая вот планетарий ресурсов она конкретно заставила целью взять ресурсы привести их на землю это тот немного забавный случай когда вы компания хотела захватывать а строит притаскивать его и поближе к земле чтобы как-то его на уже околоземной орбите разрабатывать там был америке у нас а у государственной агентства была такая программа астероид редирект мишин учитывая как часто что-то ломается космосе было бы забавное если бы они таким образом направили какой-то строят прям на землю да нет они если бы они не довели его до земли он бы на нее не упал в этом плане то более-менее спокойно поэтому они его не к земле хотели поближе к луне но это в общем уже частности все разбилось о нехватку денег сбилась а то что это достаточно сложная задача ну то есть вот сейчас американский космический аппарат aziris rex в ближайшие в этом году наверно будет добывать там несколько грант грамм щепотку грунта с астероида там небольшой астероид и его уже этот аппарат долетел изучил но стоимость этого аппарата почти миллиард это же вот если я ошибаюсь аппарат хаябуса и 2 до 2 примерно сегодня и он тоже добыл там несколько грамм то есть это для того чтобы добыть несколько грамм нужно программу стоимостью кучи миллиардов но не миллиардов но до миллиарда долларов вы получается что у нас грамм в условиях какой валюте просто если мы говорим про доллар и сша конечно если там руанду какую-нибудь зимбабве считать за ближе наш российский рубль мы если в россии в россии строить эту программу то в рублях будет достаточно дешево точнее в долларах ну ладно это мы одарились короче я все оказалось что добывать дорого это одно обстоятельство и второе обстоятельство на все есть все из чего состоит окрестный космос меркурий венера луна окрестные астероиды все это вещество из которого не состоят есть на земле мы отвезем и так скажем это как условный титан то есть на титане огромное количество углеводородов которые можно использовать как топливо если если туда доберешься то есть я оставишь обратно без солнечного масштаба от газовой колонкой да только достать от нельзя до проблема в том чтобы земле все есть но понятно что то легко добывать что-то трудно добывать в принципе что-то бывает сложно но все зависит от сложности добычи но пока сложность добычи на земле ниже чем сложность добычи в космосе то есть когда-то когда человеческая экономика будет интенсивно развиваться по-прежнему расти рудники будут все глубже и глубже там эти трубки кимберлитовые тоже будут все углубляться шахты будут глубже добыча будет все дороже и дороже в какой-то момент добыча в глубинных земли станет дороже чем добыча в космосе вот тогда можно об этом говорить но до этого я думаю в лучшем случае десятки лет но мне кажется это придется что-то добывать словно на глубине мариинской впадины учитывая так скажем давление до этого еще далеко конечно то есть это вот тогда какие-то гораздо проще отправиться в космос учет там добыть пока не пока не проще пока реально будет проще добывать нам в мариинской впадине потому что по деньгам чисто экономически это будет легче и по времени на какие вообще ресурсы эти компании хотят добывать ну то есть на титан понятное дело за углеводородом никто не отправится ну пока да вот планетарий ресурс которая собиралась возить на землю она говорила про представители и говорили про редкоземельные материалы платину ну и тому подобное и они как говорили вот леди тестировать видите вот там километров поперечники на нем триллион тонн платины вот и те кто занимается торговлей платины их нет не особо впечатляли эти сни вдохновляли эти перспективы потому что они понимают что если на землю прилетит триллион тонн платины то рынок рухнет просто ну да она бесценится правда из нее просто чайные ложки начнут производить это никому не нужно так что в этом плане они может быть даже сами себе повредили но реально если говорить про реальную экономику про востребованность можно говорить о реал востребованности космических ресурсов в космосе вот то о чем трамп заговорил в общем то в этом появляется смысл я так прикидывал очень грубо то есть если у нас известная с цена там литр воды на низкой околоземной орбите стоит примерно 25 тысяч долларов ну понятно что это уже дороговато но не настолько чтобы кто-то зарабатывал возя с земли на в космос эту воду ну там есть космические агентства государственные они они все эти грузы возят и воду в том числе и кто-то собственно за извозе воды не зарабатывает если мы будем ловить астероиды выжимать из них воду и возить на низкую околоземную орбиту на мкс это будет нерентабельно потому что добыча на астероиды будет дороже если же сша или там международная как международный консорциум построит около луны вот такую обитаемую станцию типа мкс или маленькая мкс туда довести литр воды будет стоить примерно пол полмиллиона долларов 25 тысяч 500 тысяч тут уже какое-то какая-то рентабельность появляется если будет база на поверхности она будет еще дороже то есть вода там будет еще дороже может быть до миллиона долларов за литр человеку в сутки требуется 8 литров воды на мкс по крайней мере соответственно там не только понятно не только на питье но в целом там на все технические работы в том числе средний показатель если на лунной базе прим будет примерно так же было считаете 8 миллионов долларов на каждого человека в день и здесь уже спрос на воду появляется довольно заметно и но луне вода есть собственные все базы которых сейчас говорят на луне их сырой к полюсам возле полюсов вода есть и вот здесь этот рынок он появится может лет через 10-15 но трамп уже сейчас готовится готовить правовую базу а в этом плане американцы они очень продуманные то есть они возможность развития частной космонавтики которые мы сейчас здесь у них наблюдаем в 2020 году или там 2012 по моему год был первый успешная доставка груза кораблем компании spacex на международную космическую станцию готовили все это с правовой точки зрения они с конца 80-х годов одно приняли второе приняли третье приняли и после всего этого вот через 20 лишним лет это дало дивиденды в виде появления spacex blue origin и куча других американских компаний и мы такие когда у нас появится русский илон маска что вы сделали хоть какие не правовые основания для того чтобы он появился сделали а там всю всю государственную систему взаимодействие государственной космонавтики с частными компаниями все перестроили ради частников чтобы от них появилась возможность чтобы инвесторов появилась появился смысл инвестировать в этой только тогда это стало реально то есть он делает то же самое за делом вперед на 10-20 лет давайте с тобой перейдем раз уж ты заговорил про компании раз уж нас сейчас пандемия и как она влияет на частные космические компании потому что и в принципе как на влияет на космонавтику которая сейчас существует в целом если мы посмотрим на космонавтику то это больше ну честно скажу сфера развлечений большая часть денег которые имеешь ввиду мировая космонавтика это часть развлечений типа большая сфера развлечений человечества то есть космонавтика человечества работает тогда когда у человечества и деньги на развлечения но это конечно люди как то есть от получать что наука это больше развлечений чем наука но я сейчас поясню в данном случае с точки зрения государства это конечно не развлечение с точки зрения государства это пропаганда пилотируемая космонавтика наука для для государства это демонстрация своего превосходства над другими государствами то есть это в чистой воды пропаганда или более мягко говорят вопрос престижа по сути это демонстрация крутости но это понятно если мы говорим например про россию потому что вы давно важно любая для любой страны космонавтика именно научная научная и фундаментальная в принципе любая фундаментальная наука сегодня по крайней мере ну это демонстрация технологии страны демонстрация превосходства этой страны надо стальными и в китае точно так же и понятно что космонавтика мне кажется условно индию который тоже есть космическая программа вряд ли она демонстрирует превосходство над всеми он имя них нет у них гонка с китаем они четко демонстрируют у них пропаганда не только на внешнем есть внутренняя пропаганда и внешняя пропаганда для них вот про луну о точнее про запуск на марс они как раз говорили там их премьер-министр говорил о том что инди и инди да мы мы запускаем на марс чтобы привлечь внимание к нашим возможностям к инженерным профессиям стимулировать именно образование получение инженерных профессий в в индии то есть это внутренняя пропаганда но в целом есть военные задачи у космонавтики есть экономические задачи в космонавтики сейчас это развился но изначально космонавтика развел развивалась как война и как пропаганда лунное лунный полет американцев 50 лет назад это чистая воды пропаганда полет гагарина чистой воды пропаганда все это демонстрация превосходства одной стороны над другой и это развлечение можно рассмотрен ну то есть ты начинаешь чем-то выделывать об размахивать своим супер дорогим айфоном тогда когда у тебя есть деньги на тайфон это когда другие более жизненно важные функции у тебя уже решены проблемы тогда ты начинаешь демонстрирует машину подороже выбираешь и что-то подобное в данном случае космонавтика именно такая дорогая машина которую мы показываем всем остальным понятно да там есть наука там есть вот я сказал война там решение военных задач экономика короче так в каком уровне нет сейчас развивается космонавтика на сейчас космонавтика вся весь мир в отношении космонавтики оказался в состоянии по крайней мере космические державы в отношении космонавтики оказались в состоянии человека который купил в кредит очень дорогую машину она конечно крутая по-прежнему и имеющие до мкс в принципе любая космонавтика которой страны занимаются государственная космонавтика она вся примерно такая в индии например космические заводы перестроили на производство приборов для искусственной вентиляции легких и там роскосмос недавно тоже отчитался о патентовании какого-то тоже устройство для искусственной вентиляции легких для младенца но они все по идее огромных технологий поэтому вряд ли для них сложная к это понятно что задача но есть задача более актуальная более жизненная важная в мире и космонавтика переключилась на нее понятно что есть космические задачи которые нельзя бросать там тоже самое мкс люди туда летают они должны должны долетать спутники продолжают летать но например некоторые научные аппараты европейское космическое агентство по сути отправилась в спящий режим и они там сейчас крутится вокруг марса и других планет и за ними один человек так присматривать сторож остался в центре управления полетами вы я утрирую но насколько я знаю это в том числе и у нас с какими то есть проекты которые приостановили просто производства выстроили там космический телескоп джеймс вэббе те которые запущены вот алика не приостановили которые запущены нас а по моему как раз говорила что-то про то что я не помню такого о том чтобы они говорили о том что мы что-то что-то бросили ну там летает сама марсоход продолжает кататься и фотографировать просто перестроили управление теперь из дома управляют а вот европейское космическое детство да они сказали что мы но не все но некоторые на грязи научно это мы говорим про так или иначе какие-то государственные программы то что касается сейчас космонавтики то что я лично слышал то что там кто-то закрылся частная космонавтика оказалось состоянии человека который купил дорогой дорогую машину не по деньгам то есть пока было все хорошо он мог себе позволить платить или там брать денег взаймы чтобы купить его машина сейчас уже не может и действительно многие в кризисе многие заморозили многие по закрывались до одна компания американская биггелов аэроспейс они полмиллиарда долларов потратили на производство освоение своей технологии они запустили два космических аппарата отдельно здоровых модулей космической станции предполагаемых они запустили по государственному контракту модуль международной космической станции их технология надувных модулей было и он сейчас там успешно прошел испытания не видно да и пришло распоряжение закрыться в связи с тем что их компания незначительная владелец компании обиделся повалял всех и закрылся другая компания крупные вануэб они собрались обеспечить всему миру спутниковый интернет на 600 спутников по моему захотели хотели запустить а хотели запустили 74 оплатили 20 ракет у роскосмоса у них как раз закрытие со спуском ракет где они получил там не закрытие пока но уже подача заявки американский суд но они уже запускали спутники с вами запустили 74 спутников и они еще сколько-то хотели запустить вот буквально в те же дни всего всего они оплатили 21 ракету 3 запустили соответственно 18 ракет осталось завод по производству спутников как пирожков в америке уже открыли он уже работает и сейчас инвестор такой я вам больше денег не дам ребята все хватит и они 500 человек увольняют подают заявку на банкротство но может быть там не все развалится спутники попадают может быть кто-то найдется новый инвестор я все-таки надеюсь джефф без за это дело возьмется потому что в принципе у него были такие планы это основатель амазона и владелец у него деньги есть вроде и сейчас онлайн там я думаю него только все развивается онлайн продажи на amazon иран себя сейчас хорошо чувствую короче я надеюсь что какие какие-то наработки к эта база которую они сделали не пропадет даром но компания до показала в тяжелейшем кризисе она и была в кризисе до этого всего там и насколько знают там какая-то сделка сорвалась и one web много чего было там были спорами внутри инвесторов там одна компания объединила другую компанию что она вот этот проект вануэп использовала для коммерческого шпионажа для выяснения бизнес моделей другой компании короче там много всего были то есть судились уходили не у инвесторы приходили новые перекупали короче там когда много инвесторов это не всегда хорошо и вот они набрали кучу участников проекта те скинулись то помогут только немного а потом переругались короче то есть компании был тяжко еще до вируса и до всего и здесь конечно им прилетело окончательно а как дела маска во время кризиса пока он сначала пытался его игнорировать сейчас он вроде там собирается производить аппараты для искусственной вентиляции легких те же самые на правда не на мощностях spacex а на мощностях теслы ну тяжко все равно понятно что экономика проседает заказы падают но его пришлось в принципе в америке есть вот эта система когда закрывают предприятия всех отправляют домой вы как какие-то часть или там он то есть нам известно то что сейчас там уже не знаю 1250 наверное заболевших и то есть там остановил социальная жизнь как в россии или там принципе она в россии сильно остановилась в какой-то мере да я не погружен в детали точно не скажу какой завод у spacex ушел на каникулы какой нет но я думаю те функции которые они могли делать удаленно они делают удаленно то же самое в общем-то и роскосмос если тебе нужно запустить там через три дня космический корабль ты все равно будешь ходить на работу а если ты можешь что-то сделать удаленно там программу какой-нибудь для там управление того же самого корабля написать то таких оставляют дома на как это происходящее с экономика повлияло на российские инициативы по частной космонавтике насчет инициатив по частной космонавтике что их не очень-то много вот космокурс кто кто еще у нас вообще есть спутник сока бы пятое поколение спутникс еще существует да они развиваются они там образовательные проекты развивают так что я слышал то что роскосмос недавно упростил какую-то процедуру вот марок до лицензирования насколько это действительно эффективно но это эффективно действительно новое положение лицензирования космической деятельности вышло и и то есть это является тем шагом на пути к созданию в принципе до ночево для частных креста это маленький достаточно достаточный шаг и он как раз помогает сама на самом начальном уровне он прописывает виды деятельности на которые не требуется лицензия то есть это в принципе ну уже какое-то поле для деятельности то есть что получить лицензию там нужно перед получением лицензии нужно получить лицензию фсб на работу с густойной короче там приключение такое на несколько лет вперед и это сложно особенно участник у которого там обычно там это несколько инженеров собрались таки давай чуть классное сделаем давай там в сколково им дали грант какой-нибудь там на 5 миллионов рублей они такие радостные побежали делать космонавтику на такие деньги много не сделаешь это может быть для космической компании один год работы и они упираются в то что лицензии просто сделать не могут а потом им говорят как какой вам грант на космонавтику до вас лицензии даже лет теперь в лицензии прописаны что можно делать без нее и для начального этапа как раз для малых компаний это послабление хотя в целом в других местах там то что касается именно как раз густой не там все осталось так что проблем с этим тоже участников будет впереди не расскажи подробнее просто что на данный момент отличается вот эту законодательную почву в америке где расцветает ну по крайней мере пытается расцветать частная космонавтика то что происходит в россии в америке радикальное отличие того что есть в америке того что есть у нас два во первых в америке есть так называемый спекс спейс акт agreement это соглашение между участником и американский государством и те отчастики которые прошли но это может таким тоже условно лицензией считать тот если частник получил подписался нас этот спейс акт они могут частники могут использовать испытательную базу наса за счет наса для проверки своих технологий там сделал какой нибудь там ракетный двигатель пошел на стенд наса прожег его и сотрудники наса будут получать зарплату помогать тебе прожигать твой двигатель и ходить на работу все это оборудование там гайки тратить там в общем понятно какие-то ресурсы государственные и время государственные рабочие тратить на тебя частника ничего не про себя взамен просто благодаря вот этой подписи этого соглашения после этого если ты разработал эту технологию и на испытательной базе наса показал ее работоспособность наса не имеет право и даже там пентагон имеет право свои деньги тратить на разработку точно такой же технологии то есть у них закон для государственных служб если такая технология есть участника американского нельзя эту технологию делать самостоятельно сделал частник ракету надо заказать ты государства не имеешь права делать ракету такую же ты должна закупить участника но насколько я знаю при этом сама государства охотно делится своими разработками с частниками да и при этом то что есть те технологии которые освоены за государственный счет они действительно доступны любому американскому участнику то есть когда мы говорят о маск там взял все чертежи своих двигателей там на полке у нас ну конечно это не так какие-то технологии какие-то технические решения он ведь действительно взял и это нормально там каждый так может тот же самый был бы странно если бы он с самого нуля начал разрабатывать не что-то что-то они делают я имею ввиду то что из самого нуля разрабатывать там патентовать гайки было бы странно проще взять какие-то основные вот тоже павел пушкин основатель компании космокурс он конечно да он развивает свою технологию но сам то он не из детского садика пришел он получил школьное образование за госсчет университетское образование за госсчет участвовал в разработке ракеты ангара то есть он набрал достаточно большой опыт чтобы потом заняться разработкой своей работы я насколько знаю они у космокурса конкретно они занимались поиском площадке то ли стартовой то ли для космодрома частного ну там и испытания будут и они нашли его но они сейчас говорят что они ведутся обсуждения с нижегородской областью мне просто интересно насколько наши государства в реальности помогает им заниматься частной космонавтикой или они представлены сами себе государство делает вид что они заботятся во первых у них есть вполне нормальный там трудовой контроль соблюдения там техники безопасности санитарных норм все остальное естественно про них государство делает вид что их не существует руководство нижегородской области в принципе примет приветствую поддержку во что они сейчас уперлись то что роскосмос не утверждает санитарных норм то есть банально по шуму то есть что нужно что нужно не га нижегородской области чтобы разрешить и одобрить строительство космодрома на ее территории чтобы роскосмос сказал что да вот на этом месте космодром людям не помешает то есть не будет засорение топливом не будет шума не будет падение ступеней это какие-то экологические в общем пара да это экологические нормы и роскосмос их не утверждают банально вот когда вопрос ну потому что они просто достаточно жесткий в роскосмоса нет или по-ходит upbeat мол потому что никто не dwell сейчас надо моё мнение потому что никто не хочет брать ответственность никто не хочет ставить конечную подпись после которой можно говорить что вот этот разрешил а то подпись могут оставить рогозим и губернатор губернатор будет все делать только после того как увидеть подпись это будет не обязательно рогозин не обязательно глава роскосмоса у роскосмоса есть профильные институты которые занимаются аналитической деятельностью которая занимается одни институты занимаются проверкой там качество подготовки технической документации другие занимаются вот вопросами соответствия существующих норм и там и санитарных по космическим вопросам в том числе тем проектом который предлагает в том числе частник это же эти нормы касаются не только частника то есть ты нормы для всех написаны для государственного космодрома и для частного если тот же тот же восточный когда они не строить то те же самые нормы соблюдали но если правильно понимают то получается что технически космокурс способен пройти эти нормы просто ему никто не хочет сдавать разрешение потому что мало ли что тот мы и как судя по личной странице основателя компании то что он пишет роскосмос не выдает эти нормы просто разные ведомства друг как другу отсылают типа ну то есть просто спинают друг когда ты называется тоже никто никто разбросит русский не знает на каком расстоянии можно шуметь ракетой на каком расстоянии от космодрома допустимо человеческое жилье по именно по степени шума как наиболее дальнобойная потому что ему не дают документ в котором это написано то есть ему говорят что есть документ по строительству космодромов который я такой секретный документ это делал не секретность ему говорят вот в том ведомстве ведомстве иди и возьми он туда приходит и там ему говорят так вам в том ведомстве там этот документ лежит и вот он короче перепиской занимается ходит по кабинетам и из кабинета в кабинет его гоняю я правильно понимаю то что на данный момент космокурс ближе всех к званию 1 к так скажем реальный до 1 реальной частной космической компании есть спутникс например они спутники запускают они уже летают в космосе под их управление спутники это понятно и хотя бы говорить про ракеты то пушкин конечно у него на его наиболее серьезные команда собрана мощная и этап разработки достаточно глубоко пройден вот они упираются в этот бюрократический потолок а технологические они уже они производства строят подмосковье где-то у них уже завод и завод цех такой есть там фотки выкладывал тоже себя на странице так что в целом они продвигаются довольно динамично и они довольно серьезно забавно что но в принципе мы как-то видимо так устроены то что нам гораздо интереснее следить за условным илоном маском и его последователями чем за организациями которые занимаются сам разработкой спутников хотя спутники способны приносить гораздо больше долю дохода чем ракеты ракеты же это круто ракета это фейерверк когда она взлетает красиво она взрывается взрывается еще лучше это же понятно что ракеты все считают что спутники это так что-то неважно вот ракеты это космонавтика хотя реально ракеты средства доставки летают они с полезной нагрузкой либо с космическими кораблями либо со спутниками у нас есть в россии компании которые так скажем номера строят спутники международного уровня или мы отстаем от европейского и американского если про частников говорить то начальники да если компания спутник строит космические аппараты мирового уровня мировых школ ну может быть кружков юных техников то есть она делает спутники данного она делает школьные конструкторы конструктор который могут собрать школьники или студенты запустить в космос и сколько-то месяцев он там проработает но все равно их уровень конечно далек вот там даже от компании planet которая делает маленькие спутники но производит их пачками и запускает по несколько десятков штук и они уже фотографируют землю выдавая там уникальный уникальные возможности то есть они могут землю снимать всю землю снимать раз в сутки и это уникальная возможность до которой нашим участникам еще очень далеко вот в остальном мы можем говорить только предприятиях роскосмоса там если решить него очень хорошие спутники делает геостационарные мне конечно срок активного существования два раза короче чем у европейских американских но с китайскими с индийскими они вполне сравним и так что можно говорить о мировом уровне там и по лавочкина вот я надеюсь их платформа казачок двадцать втором году обеспечит успешную посадку европейского экзомарса на луну тоже можно говорить о когда обеспечит тогда будем говорить о мировом уровне межпланетной техники в целом прогресс ркц прогресс самарский разработал очень неплохой спутника из из 2м если нет из воды неплохое качество неплохая цена ну габариты правда развив 3-4 больше европейских американских но для космонавтики это не так критично главное чтобы но если условно выполняя задача дешевле дешевле маленького и дает не хуже качество то в общем габаритов три раза это не так страшно вот возвращаясь к фразе про ракеты которые взрываются у нас насколько понимаю уже рекорд по количеству дней без взрывов ракет в этом плане до роскосмос уже второй год идет а в этом году были запуски ракет в этом году были на днях будет запуск то что если я слышал это про какой-то спутник очень спутника ракету которая где-то условно из французской гвинеи должна вот запускаться и ее переносили дважды и чуть ли не да там они отправили обратно на завод потому что что там плохо собрано было там были проблемы да в этом плане есть сложности но как раз то что ракету привозят на космодром находят проблемы отправляет завод изготовителя это в общем то и так плохо как если бы ее запустили она рванула в полете в этом плане можно действительно сказать что результатом то есть результат вот этот то что аварий нет и стал вот результатом такой новой наверное политики подходе к пускам к ракетным если что-то неисправность лучше давай перенесем лучше давай исправим обратно направил завод-изготовитель отправил но не будем запускать пусков стало меньше но зато надежность выросла и сколько сколько в этом году уже было я не считал ну штук 5 наверно уже запустили а всего без аварий штук 30 ну да к этому к этому размеру приближается когда нить было уже такое ну последний до девятнадцатого года последний безаварийный год был 2003 вот мне интересно просто вот именно по количеству запусков было ли когда-нибудь что 30 запусков прошло заведено варе ну вот начало двух тысячах там было много запусков там было много запусков коммерческих то есть иностранной полезной нагрузкой там 30 35 раньше было нормально совершенно российских пусков там было еще глонасс когда пополняли группировку все знают что там было нас падает по все равно я но прогла нас это по моему не немного в сторону мы отойдем на я слышал что ой там какое-то количество спутников уже на орбите осталось которые просто но не они не выполняют роль вот этой глобальной навигационной системы то что там куча дни в нерабочем состоянии там сегодня минимальная минимальный объем спутников чтобы закрыть этими данными для голодаса нужно 24 сейчас 2322 в разное время то есть целом он представляет необходимое качество данных но вот это даст в принципе достаточно я тоже думал то что хуже меня нет нет мы их подновляют регулярно там действительно старое поколение у них срок активного существования семь лет наиболее интенсивно голодас как группировку разворачивали в середине двухтысячных то есть уже десять с лишним лет прошло некоторые проработать выработали свой ресурс там в два и более раз а какие-то уже оправдали срок годности и ушли на покой они остались там летать но периодически голодасовый подновляют и вот необходимый уровень и сейчас разрабатывать как раз если с решить него разрабатывать новое поколение голодасов у них срок активно чем они отличаются эти поколения ну во первых там сигналы точнее мощнее новые диапазоны открываются и во вторых надежность длительность работоспособности аппарата кстати про диапазоны вот эта история про введение системы 5g в россии которая очень тесно пересекается как-то с военными интересами если ошибаюсь именно с интересами в области космонавтики у нас в любом месте если ты собираешься что-то в радио передавать дальше одного километра ты уже пересекаешься с военными интересами поэтому здесь хоть космос хоть соседний дом попробуй к посвятить там радио лучом если никто не увидит прокатит а если увидят то могут быть проблемы так что здесь все пересекаются и 5g в этом плане ничем не отличается но какой прогноз ставишь российской космонавтики через год ну тяжко будет тяжко будет во-первых все надежные сменят руководители и зачем его менять без аварийный год это прям просто медали у него такую на грудь с которой он еще несколько лет про директор стоит на гвозину в данном случае на кого менять больше половины всех проблем роскосмоса имеют ну там есть внутренние есть внешние почти все внешние проблемы они никак не решаемой перестановкой внутри отход заказов тем более сейчас с падением экономики мировой начало производства американцами своих кораблей своих двигателей то что раньше в россии закупалась все это уже будет там и ныне смена директора никак на это не повлиять кстати а что происходит с этим кораблем который дождут федерация раньше называлась потом оказалось что это не не мужское имя надо нафиг поменять и в итоге назвали орлом что вообще с этим происходит ну то есть где-то ли у нас перспективные проекты на ближайшие годы день назад в роскосмосе собиралась совещание на тему создание более легкого космического корабля это значит вот делали федерацию 15 лет или 10 лет а потом сказали тяжеловато выходила давайте полегче сделаем новый насколько я знаю это был связан с тем то что он вышел просто на пару тонн тяжелее чем должен был это даже делал не в этом дело в том что с ним пытались усидеть на двух стульях его делали и для запуска к луне то есть межпланетный корабль и околоземный корабль а это разные задачи и разные требования к пространству корпусу мы видим экосистему жизнеобеспечения в жизнеобеспечении дает если мы земли на международную космическую станцию летим там длительность полета до двух общего не прошли несколько ладно ок вот этот орел мы делаем теперь для я не знаю там лунной программы а новый мы сделаем для околоземной то есть они наверно так и сделают просто потому что на лунную программу денег не дали и с учетом последних событий вряд ли вообще дадут ближайшие 10 лет и у них просто выбора нет они будут делать проблема с тем что с околоземным новым кораблем в том что зачем у нас есть старый который хорошо летает это вот эти капсулы которые вот есть союз новый корабль может четырех человек довести союз возит троих и в разницу в чем выгода и здесь потратить миллиард долларов или пару миллиардов долларов на новый корабль ради чего тоже такая тема которая слышал про то что у роскосмоса есть большая проблема с тем что из-за того что американцы на данный момент пока еще не могут возить своих астронавтов самостоятельно они закупают место в российских кораблях из-за этого россия там отправляет двух своих космонавтов и одного американского астронавта из-за этого получается что вот эти группы по три космонавта они разбиваются и это очередь космонавтов которые хотят полететь разбивают даже удлиняется на годы наши космонавты наших космонавтов больше чем мест на кораблях для поля а почему кстати так получается что если у нас ну насколько я понимаю там раз 15 за год наверное летают ракеты как мкс не потому что и только российских наверное 8 если мы так 8 российских или всего российских три-четыре пилотируемых и три-четыре пять грузовых но за эти 8 грузовых ты не посадишь космонавта не понятно но имею ввиду три-четыре пилотируемых правильно за год а другие страны хоть кто-то возит ну сейчас нет сейчас вот америка готовится вот в апреле как раз или там в мае готовили запуск первый пилотируемый с этого dragon от spacex но сейчас не знаю полетят они или все-таки сдвинут там проблема весь какая-то у них возникла я на проблему выявляются но это не потому что они такие бракоделы а потому что если очень хорошо поискать любого сложным в любом сложном изделии можно найти проблемы мне кажется до них докапывается больше нас а потому что у боинга которому нас это дало в полтора раза больше денег у боинга проблем еще больше они по срокам медленнее делают и проблему них корабль даже долететь до станции не смог вот запускали полгода назад и в этом плане чтобы на фоне боинга spacex которому дали полтора раза денег меньше который движется быстрее запускает корабли раньше боинга чтобы он на их фоне выглядел не особо точнее чтобы на фоне фокапов боинга не выглядел spacex слишком круто и на этом фоне люди которые дали боингу больше денег не выглядели слишком страшно или странно тогда к spacex все больше и больше всяких мелких претензий хотя и они испытаний больше боинга и проводили и их корабль успешно долетел до мкс хотя потом на испытаниях взорвался но это уже как бы частный вопрос долетел долетел все задачи выполнены какие в целом главные события вот именно космонавтики на ближайший год ну то есть вот на 2020 планов на 2020 было дофига но вот какие они были какие они рамы и полет дрэга над spacex пилотируемый полет боинг старлайнер испытания китайского нового космического корабля изначально они срисовывали нашу федерацию потом поняли что уже срисовывать нечего и они уже по сути сделали свою федерацию и уже запускают в этом году на новой ракете на модернизированной под именно пилотируемый запуск полет тоже китайского космического аппарата к луне с добычей грунта на луне полет запуск американского марсохода запуск китайского марсохода то есть все это запланировано на этот год всего мы это ждем но я боюсь много российский проект хоть один есть ну модуль науку вроде как обещали вот я раз достаточно много раз слышал про это модуль наука и про то что это неимоверно важная фигня но я так и не понял что то есть я не углублялся не я не интересовался подробнее что это за штуку вот расскажи что это это модуль международной космической станции который фонируется что-то 10 лет назад че запустить который производить начали в середине 90-х годов там изначально начали производить два одинаковых модуля один из которых предполагалось запустить его запустили это был модуль заря от которого в общем-то строительство всей международной космической станции началось второй модуль был на земле инженерным макетом на котором отрабатывали все необходимое к заре потом подумали середине двухтысячных о чем он на земле стоит давай его тоже доделаем это же запустим тоже станет частью нашей международной космической станции нашего российского сегмента и стали делать и от середины двухтысячных до середины 2010-х его делали 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 доделали на центре хруничьего отвезли р какая энергия которая должна была его доводить уже непосредственно запуску подготавливать там провели испытание выяснилось что в топливопроводе выявлена металлическая стружка а топливопровод там очень важная вещь на американских сегментах этого вообще нет американских модулях американского сегмента потому что все держится на российских двигателях которые расположены на звезде и на заре это два российских модуля основных из которых не на одном из модулей которые я не российские нет двигателей до вся мкс держится поддерживается работоспособностью поддерживается орбита корректируется орбита российскими двигателя сколько я помню когда еще летали шатлы они тоже корректировали шатлы да но сейчас все держится на наших мешках на наших грузовых кораблях которые тоже включают иногда двигатели чтобы поднять и орбиту изменить ее чтобы она летит тормозит об атмосферу я всегда нужно подталкивать в результате и вот эти двигатели они действительно очень важные они очень сложные то есть там такая гармошка ты когда его заправляешь там же нету силы притяжения силы тяжести и чтобы топливо поступало к двигателю ее надо поджимать всегда обеспечить это давление и в общем это там сложная механическая структура причем многоразовая то есть его можно заправлять вот это история со стружкой вот нашли стружку в этой сложной системе нашли стружку как топливопровод забьет и все не но имеется ввиду в чем проблему заменить то есть деталь взял в одну выкинув 2 поставил этой технологии середины 90-х она была сейчас ее нет в этом проблема оказалась то есть нельзя сделать такой же и поставить потому что никто уже не умеет делать ее была идея просто поставить двигатели попроще баки попроще чтобы а также чем проблема надо запустить этот модуль и ракета которая его запускает она же не сможете его пристыковать то есть это запустить на низкую орбиту а дальше дмкс он должен сам долететь и пристыковаться очень очень забавно это получается пара же просит практически как мифы о древних этих которые обладали невероятными технологиями строительство пирамид утратили технологии полетов на луну утратили технологии создания баков для модуля наука все так и есть забавно но вот с ним учиться сейчас в конце концов пришли к тому что сначала думали заменить баки поставить там от космического корабля и от разгонного блока передумали сейчас я так понимаю решение русского смысла достаточно простое хрен бы с ней с этой стружкой если на испытаниях покажет работоспособность будем запускать типа если на тесте не взорвется то полетит ну дело не за мне не взорвется не забьется топливопровод но забьется взорвется нет она может взорвется но не сразу то есть если они на царь если она не долетит на кс она будет падать там их будет торможение в атмосферу и когда-то действительно упадет и взорвется в атмосферу так что в этом плане будем ждать в этом году как раз должны были пройти окончательно испытания если испытали пройдут запустить отправят на байконур и в этом году уже конечно вряд ли в следующий если в этом году пройдут все испытания успешно этого модуля то в следующем году может быть запустим последний вопрос когда ты встретишься с рогозиным что ты ему скажешь да ничего если встречался пару месяцев назад там был не один я этого это был косплей была куча блогеров там я там в общей толпе так отсвечивал ну чему сказать пока ракеты не падают ему нечего говорить пусть делает как дальше ну давай на иногда конечно несет он такое что лучше мои уши не слышали и уши многих инженеров лучше бы это не слышали но блин это работает мир трагозин трампа напоминает несет иногда такую фигню чтобы не поймешь что к чему а блин экономика работает ракеты не падают и пусть ладно пусть уж несет ну давай наверное этом закончим спасибо за беседу